Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак и сегодня мы с вами поговорим о искусственном интеллекте в игре Героя Меча и Магии 3. Поначалу давайте покажу взятие объектов и немножко оточим мастерство при игре за Шакти. Бонусом возьмем золото и нажимаем начать. Итак, у нас абсолютно нулевой практически герой, там немножечко силы магии и знаний есть, не более того. И зашло нам 3 стека сразу же. Хороший ударный стек есть. Вот, к примеру, давайте зайдем внутрь, купим еще обычных троглодитов. Итого у нас получается ударный стек из 115. И здесь еще мы можем добавить. На единичке возьмем с вами обычных гарпий, пожалуй. Даже не грейженных. Вот таким вот образом. Ну и давайте посмотрим, что будет происходить, например, при взятии бесника. То есть у нас есть всего лишь один ударный стек. Станут ли они сразу же бить по нему, потому что в ответке они будут погибать. Пробуем. По скорости мы проигрываем и смотрим очередность. Бьют по единичке, хотя они доставали сюда. Почему они сделали именно так? Потому что ударив сюда, в ответке скорее всего погибли бы. Хотя их здесь много, не факт. Ну ладно, давайте попробуем задержать остальных на своих местах в таком случае. Вейтимся. И здесь тоже на выбор поставим бить или по троглодитам, или по единичке. Чтобы они скорее всего ударили по единичке. Троглодиты могут бить, могут завейтиться. Но мы специально завейтимся, чтобы посмотреть по кому ударят. Ударили все равно по единичке. А теперь смотрим, минусовали ли за один удар троглодиты ихний стек. Да. Именно потому, что они боялись, что в ответке их стек погибнет, они не стали даже бить по троглодитам. Остаемся на месте и видим, что видите, все равно они бьют именно по единичкам. Поэтому, когда вы берете какие-то объекты, где у вас есть ударный стек, который убивает за один удар вражеский юнит, то они не станут бить. А вот когда им уже бить больше некого, тут им ничего не остается, кроме как наваливаться на ваш стек. Понятное дело. Подставляемся под один стек всего лишь, чтобы остальные не доставали. Ну и вот такое вот взятие у нас получилось. Понятное дело, браться должно было по-другому, но мы сейчас с вами просто смотрим, что было бы, если бы. Плюс мы с вами там вначале завейтились. Теперь давайте рассмотрим несколько иной вариант. Поставим троглодитов с вами с правой стороны. А, блин, не получится так сделать. Попробуем троглодитов здесь тогда поставить. Давай сюда. Вот, они навалились все-таки на троглодитов. Почему? Да больше ни до кого, кроме троглодитов, они в принципе не добегали. Сейчас, в принципе, всеми стеками есть возможность навалиться на троглодитов. Станут они это делать или нет? Да, когда у них появилась возможность навалиться на стек троглодитов, они навалились все. Потому что первый снимает ответку, остальные наваливаются и стараются выбить как можно быстрее. То есть, в случаях, когда троглодиты все-таки стоят под ударом у всех, они могут бить приоритетно именно по ним. Конечно же. Плюс играет важную роль, отходили ваши юниты или не отходили. Они понимают, что на следующий ход у них тоже будет преимущество по скорости и они просто добьют ваших троглодитов. Ладно, здесь мы сбегаем и начнем с вами заново. В этот раз нам зашло два стека троглодитов, но ничего страшного. Вот еще троглодиты. Здесь мы еще доберем. Так, и снова идем, собственно, брать бисник. Только теперь мы станем уже с правой части. Причем таким образом, чтобы к нам три стека доставало сходу. Атакуем. Смотрим. Видите, стоим под... А нет, нижние это не достают. Нижние это не достают. Ну ладно. Попробуем тогда задержать их. Единичек здесь наставим. Выйтимся. А, ну они в принципе маленькие, они до сих пор не начинают бить. Ладно, мы пока еще постоим. Скорее всего будут съедать именно единички, потому что даже с учетом, если они все навалятся, то навряд это им сильно поможет. Вот сейчас только начинают наваливаться на троглодитов, когда уже одна единичка остается. Вот, сморалились. И теперь уже со снятием ответок будут работать по троглодитам, потому что больше никого не осталось. Так, давайте рассмотрим еще один вариант, когда они все-таки будут доставать. Нет, отсюда мы сбежим. То есть мы нападем на их родной земле, чтобы у них плюс один скорости было. Получается у нас с вами вот такой вот стек. Больше нам в принципе никто и не нужен. И давайте пробежим, будем атаковать их на родной земле. И как раз встанем, как в тот раз, чтобы к нам доставало сразу три стека. Здесь их уже побольше и съедаются, смотрите, тоже единички. Почему ударил этот стек? Да потому что он не доставал ни до каких единичек, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как ударить по вашему стеку. Все остальные все равно наваливаются и бьют именно по единичкам. И ваш основной стек остается жить. Это вам очень сильно может помочь потом в дальнейшем. Остатками можно просто отманить их куда-то в сторону. Ну и давайте останемся на месте. Этот ударил, потому что тоже никуда не доставал. Так же, как единичку не стали бить уже, да? Приоритет не тот. Например, защищаемся. И да, уже на единичку никто не обращает даже внимания. Все наваливаются именно на вашего троглодита. Ясно. С этим разобрались. Можем смело сбегать. Еще один момент. Как это относится к стрелкам? Стрелки, по идее, должны именно по ударному стеку стрелять. Почему? Потому что они не получают ответку, когда они стреляют по вам. И мы с вами сейчас это проверим. Атакуем медузятню. Нам говорят, что мы проиграли. Мы, конечно, можем первое ударить, но мы сейчас просто тестируем. Вот этим все. Посмотрите, никто не стреляет по единичкам вообще. Все просто продолжают отстреливать ваш ударный стек. Да, видите, единички не работают. Теперь давайте попробуем сделать здесь не единички, а чтобы в стеках с единичками были стеки немножечко побольше. Так, ну и давайте расставимся, да, как-нибудь. Сюда, к примеру, штук 5. Сюда тоже и всех так разделим. Таким образом, в каждом стеке получится 5 и 5, 25 единиц здоровья. Это, в общем-то, довольно-таки неплохо. Но все равно в приоритете, как мне кажется, будет ваш именно ударный стек. Хотя, опять же, возможно, с прямой стрелы будут гасить по пятерочкам. Опять же, показывают... Ну, на прямой стреле у этих стоит именно он. Хотя, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Для них он тоже на прямой стреле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тоже на прямой стреле для всех. Давайте подождем. И что мы видим? Что все равно отстреливается ваш главный стек. И таким образом, не получится у вас отманить на неважные для вас стеки выстрелы. Потому что стрелять они будут все равно под тем юнитом, которые несут для них наибольшую угрозу. Теперь давайте рассмотрим вариант, когда у вас есть преимущество по скорости над соперником. Для этого, к примеру, пойдем брать сокровищницу гномов. Хотя можно даже и на траве брать. Все равно на траве у нас преимущество остается. Поставимся сбоку, где им удобнее всего будет доставать. И смотрим. По 20 стеков. Один достает, остальные не достают. Но тут прикол в том, что гномы достают только сюда, к этим троглодитам. И мы с вами попробуем подставить здесь единички. Этот никому, кроме единичек, не доставал. Так что ничего и не стоило другого ожидать. Остаемся. И смотрите, съедают единички, даже не трогают троглодита. Убивают ли троглодиты за один удар стек гномов? Нет. И даже несмотря на то, что троглодиты не убивают стек, они все равно не стали атаковать. Очевидно, потому что троглодиты к тому моменту еще не отходили. Тоже интересный момент. А теперь давайте отходим сразу. И станут ли они бить по троглодитам? Потому что троглодиты уже ходить не будут. Да. Они начинают наваливаться на троглодитов, потому что троглодиты уже походили. А пока троглодиты не походили, они понимают, что троглодиты потом смогут еще ударить, неизвестно по кому из них, и добить их. Чего им бы не хотелось. Ну, здесь уже три стека есть. Давайте попробуем их не ударить. В принципе, им есть... А, даже четыре. Все четыре стека достают. Но мне кажется, будут бить здесь троглодитов. Нет, пока единичек едят. Вот. А теперь начинают наваливаться, да. И начинают потихонечку съедать все-таки троглодитов. А когда троглодиты сразу ходят, то автоматически все будут наваливаться на них, по идее. Да. Когда троглодиты уже отходили, по ним будут наваливаться абсолютно все. Когда не отходили, то на них нападают ребята выборочно. Тоже это нужно будет вам учитывать в своих боях, если вы хотите сохранить себе побольше арм. И для того, чтобы отточить мастерство и продумывать лучше свою стратегию ведения боя в битве. Теперь давайте попробуем сходить в утопию. Для этого попробуем по максимуму скупиться. Вот таким вот образом. Хотя стоп. У нас же есть возможность тоже единички взять. Зачем нам тащить всех? Ну, к примеру, это можно не брать, это можно не брать, это тоже. Единички. Так, и вперед на взятие утопии. Ай-яй-яй, отбегать получается надо. Ну, ладно. Давайте, значит, тогда эту будем утопию брать. Так. Черных драконов, например, поставим слева. Этих ребят тоже слева. И этих ребят тоже. Хотя драконы там могут сделать прожиг. По тем, кто посредине, да? Давайте, да, вот так пока полезем. И посмотрим, как себя будут вести драконы. Накидываются на минотавров. Тут мы вейтимся, чтобы они не били по черным драконам. Все равно наваливаются, кстати. Почему навалились? Потому что я поставил своего юнита под прожиг. Видите? Ему было выгодно ударить по черному дракону. Вейтимся. Ну, а когда один навалился на черного дракона, то все уже начали по ним наваливаться. Единичек никто вообще даже не стал брать в расчет. Продолжаем здесь стоять. Ответка снята. Можно бить. Опять давайте завейтимся черными драконами. Нет, они все равно продолжают бить черных драконов. Какие же непредсказуемые ребята. Снимаем ответку. Давайте здесь тоже снимем ответку. Чтобы можно было навалиться по ним. И после снятия ответки спокойненько бьем. Опять почему так ударили? Потому что поставил их под прожиг. По идее они сейчас... Тот, кто следующим из драконов будет ходить, он не будет даже бить по черным драконам, потому что есть возможность прожечь два стека. Проверяем. Прожигать не стали. И все равно убивают черных драконов. Как-то они себя ну совсем непредсказуемо ведут. Вообще не так, как от них ожидаешь. Да уж. А, еще и прожиг по своим сделал. Что в этим все всеми. И все равно по драконам и для прожига бьют. В общем, когда ваши драконы стоят и через клеточку от них кто-то есть, то 100% почти бьют по драконам каждый раз. А когда вы кого-то ставите под прожиг, то если там есть какой-то важный юнит, то не бьют. Если нет, то даже не бьют. Ясно, с этим разобрались. Попробуем еще раз сходить в утопию. Опять же, с прошествием трех недель. Опять же, попробуем брать не всех. Давайте попробуем взять стрелков. Стрелков, по идее, они должны съедать. Это будет как отжор у нас. Ну, опять же, каких-нибудь там единичек. Справа поставим этих слева, а драконов наверху справа. В этот раз уже рожек мы драконами можем сделать только по троглодитам. Так что уже не так выгодно будет в первый раз бить именно по ним. Так, накидываются. Пока выйтемся драконами. И смотрите, никто вообще драконов не тронул, когда мы их не поставили в первый слот. Для двоих в приоритете были стрелки, чтобы бить именно по стрелкам в первую очередь. Одни ударили по минотаврам. Выйтимся. Давайте снимать с кого-нибудь ответку. Пытаться наваливаться на них. Стоим, стоим. Как-нибудь вот так ударим. Так, там мы под прожек встанем, поэтому нельзя так делать. Стоим. Сделаем вот таким вот образом. И продолжают пока бить именно по глазам. Пока выйтимся. Опять же, черных драконов никто до сих пор не трогает. Давайте снимем ответочку с кого-нибудь. И навалимся на него. И смотрите, вообще никто драконов до сих пор не трогает. А мы завейтимся. Смотрите, пока не доели все других юнитов, никто не стал драконов даже трогать. А тут они прожек даже по своим делают. Молодцы. Все просто замечательно. Вот, снова прожек по своим. Давайте заставим опять их сделать прожек. Пойдет. По сути, они сами себя перебили здесь в этой битве. Ну, в общем, смысл тут уже ясен. А если мы полезем такой же армией с вами, но поставим в первый слот, как в тот раз драконов, давайте попробуем еще такую ситуацию. То есть расстановка у нас получается вот такая вот следующая. И направляемся с вами к утопии. На следующий ход будем ее брать, пытаться пробуем. Говорят нам, что мы проигравшие. Выйтимся драконами. Ну, от места расположения драконов мы видим, что особо ничего не поменялось. Два дракона накинулись все равно на стрелков, потому что понимают, что стрелков нужно блокировать и становиться рядом с ними, поскольку они смогут наносить урон на расстоянии. А так они смогут бить только вблизи, причем наносить не так много урона. Плюс, чем еще примечательно бить именно их, потому что они не дадут сильной ответки. И для драконов это просто замечательный вариант. Снимается ответочка. Выйтимся. Еще и моралька зашла. Хорошо-то как. Так, один из драконов продолжает гоняться за Минотавры. И, в принципе, добивает их. Выйтимся драконами. Пока драконы не походили, они драконов не должны трогать. Выйтимся. Давайте снимем с кого-нибудь ответочку. Например, отсюда. Продолжаем стоять и наваливаемся на красных. Ну, теперь, когда уже бить некого, понятное дело, они будут стараться наваливаться на черных драконов. Причем, желтый стал и будет прожигать, и мы будем специально бить по желтому, чтобы он прожигал своих черных драконов. Соседи здесь. Драконов начали бить только, когда драконы уже остались одним. Ладно, давайте еще проверим еще один момент. Черными драконами будем ходить сразу, и когда уже черные драконы отходят, должна вырасти вероятность того, что будут бить именно по черным драконам, поскольку они уже отходили, и можно смело будет вражеским драконам снять ответку первым, а остальными просто навалиться на него. Расстановку с вами оставляем прежней, и отправляемся вперед. Поехали. Так, ходят желтые, теперь ходят наши черные драконы, и мы, к примеру, с вами сразу же ими наваливаемся куда-то. Как-нибудь вот так вот. Черные драконы отходили, и смотрите, первый дракон атакует, но первый, правда, атаковал тут под прожиг я неудачно стал. Пропустили мы несколько ударов, да, получается? Ну да. Но один все равно решил бить именно по глазам. Сняли здесь ответочку. Единички продолжают стоять. Почему-то даже прожиг не стал делать. Ну а давайте-ка мы сразу с вами тоже навалимся. Попробуем это сделать. Но черных драконов пока не стали трогать все равно. Давайте поставим вот так под прожиг двух троглодитов. Двух троглодитов. Скорее всего, желтые будут бить именно по двум троглодитам. Урона они наносят теперь мало, а там они хоть кого-то могут спокойненько выбить. Вообще по единичке просто ударил. Как-то непонятно. Давайте вот так навалимся, чтобы под прожиг не становиться. Доели единичку. Станем с вами вот таким вот макаром рядышком. И когда доели, понятное дело, будут переключаться уже на черных драконов. Так, ну в общем, вроде и навалилось больше после того, как мы начали ходить. И в то же время на итоговые потери это не так уж сильно и повлияло. Так, ну нельзя обойти стороной еще и взятие консерваторий. Тоже давайте рассмотрим этот вариант. Троглодиты будут не грейженые, как это в большинстве случаев на первой неделе бывает. Иногда, конечно, они грейдятся, если их много, но иногда ставка делается немножечко не на них. Ну кто там еще, гарпии могут быть. Давайте даже без гарпии полезем. Сейчас найдем какую-то небольшую консерваторию с вами. Прочекаем. До 100 грифонов. Это получается как раз единичка должна быть. Значит, мы встанем снизу и наставим кучу единичек. Здесь нам, конечно, понятное дело, надо иметь хотя бы замедление. Если нет замедления, то надо иметь слепоту. Если нет слепоты, можно через что? Через стрелочки еще попробовать добирать. Это все было бы неплохой помощью. Ну, смотрим, что у нас вообще есть. Шестая скорость и у них тоже шестая. Плюс один скорости мы получаем за то, что это родная земля для нас, а еще плюс один скорости за то, что шакти усиливает и ускоряет троглодитов. Поэтому мы попробуем большую часть троглодитов здесь задержать. Подставим единичку наверху, тоже наверху, пытаясь отманить их побольше. Давайте тоже рядышком подставим. В общем, целых два стека здесь навалилось. Мы троглодитами ударим здесь. Так, тоже станем поближе наверху. Здесь будут бить, понятно, эти два оставшихся. По троглодитам. И попробуем задержать еще единичкой на более длительное расстояние. Мы завейтились, теперь имеем возможность ударить первыми. Ну и тут уже, когда осталось два стека, понятное дело, надо бить. Вот таким образом мы взяли с вами консерваторию сразу же на первый день игры. Просто одними троглодитами, без ничего, без заклинаний. Но правда, пришлось слить половину имеющегося стека троглодитов. Вот так-то. Но с концом еще повезло, что единичка. Когда у вас есть уже хотя бы один ангел, уже, конечно, брать в разы проще становятся остальные, особенно единички. Это большая, от двух до четырех. Тоже большая. Вот еще одна единичка. И попробуем навалиться здесь. Ангелы будут снимать от ветки, а троглодиты будут добивать. Так, остальными же попробуем здесь единичками задержать их как можно на более длительный срок. Ну, ударим с этой стороны. В уголочек попробуем их загнать. Пойдет. Ангелы пока терпят, что самое главное. Минусуем единичку. Троглодиты потихонечку съедаются. Отойдем, чтобы не подставляться под всех. Так, а тут уже опасно становится. Сделаем с вами вот таким вот образом. Тут по-любому достают, поэтому мы хотя бы ударим здесь по грифончикам, перед тем, как потеряем всех троглодитов. Давайте добьем здесь грифонов стэк. И остаются только ангелы, здоровья у которых маловато. Один не доходит, только один сможет по нам ударить. опасно, но давайте. 27 урона, отходим. И выйдем. Все, но если будут парали, мы, конечно же, проиграем. Уходим. Давайте сюда. Блин, как-то пока не очень. Вот, замечательно. Вот, замечательно. Становимся под единичку, которую добиваем. Ну, и тут, наверное, надо наваливаться сразу. Ну, тут не хватило здоровья, было бы лечение, нормально бы добиралось. Можно было бы бегать в расчете на мораль, чтобы можно было завейтиться, и тогда... Хотя, все равно, нет, здоровья уже маловато было. Не получалось бы добирать. Но с этой армией вполне можно было брать эту концу. Просто я тут неправильно подрался. Ну, можем даже попробовать. Ангелами сразу же завейтимся. Подставим единичку сверху. Наваливаемся. Есть. Тоже единичку подставим с вами. Двоечку выбили. Что у нас по здоровью? 172, да? Ну, пока там троглодиты будут съедаться. Или стоп. Пускай съедаются. Мы тут ангелами попробуем навалиться. Стоим. Все-таки на ангелов стали. Наваливаться. Возвращаемся. Нет, здоровья все равно маловато. Слишком мало здоровья. Под вот этого вот подставиться можно. Можно под этого еще подставиться. Давайте так и сделаем. Здоровье-то тает потихоньку. Тут особо далеко не убежишь. К сожалению. А, еще и мораль зашла. Я вон ответку сниму. Теперь этот навалится вообще без ответки. Прям беда-беда. Нет, тут ничего не получится сделать. Под один из теков все равно надо подставляться каждый раз. Вот так. Блин, знал бы, что мораль зайдет, я бы дальше стал. Ну, вот как-то так, да. Не получается с такой армией. Ну, на то оно и тренировки, ребят. Чтобы отточить мастерство с разными армиями. Попробовать брать разные объекты. И смотреть, что у вас из этого получается. Главное, что здесь мы видим, что когда достают до единичек, понятное дело, по ним и бьют. А когда достают до каких-то стеков, которые не могут в ответ нанести серьезного урона, как те же троглодиты у нас, ударный стек, они наваливаются и начинают съедать именно этот стек. Само собой. Вот. Попробуем их в уголочек заманить. Еще и мораль зашла. Закон подлости. Уже 58 здоровья. Под одного встанем. Да, без лечения и всего остального здесь будет сложно очень. О, еще и мораль. Ну да. 7 хп тут без вариантов. Максимум единичку еще смогу положить. И это, в общем-то, все. Больше ничего. Да. Так, ну напоследок я, наверное, еще немножечко потестирую улики. Давайте посмотрим с вами. Ну, к примеру, вот такая вот стандартная армия у нас будет. И помимо этого еще куча единичек каких-нибудь. До 100 стрекоз. Нормально. Вот в него давайте и полезем. Накидывается в первую очередь на стрелков почему-то. А, не каждый стек стараются из ударных ослабить, чтобы потом им наносили поменьше всего урона. Очевидно, в приоритете у них стоит именно ослабление всех ударных стеков. У меня их три. Остальные стеки они даже не стали трогать. Снимаем ответочку. Теперь можно будет навалиться на этот стек. Хотя, опять же, их тут много. Тут без вариантов мы не вылезем, конечно. Из этого улика. Но, когда стеки ослаблены, тогда они уже начинают бить по вашим основным ударным стекам. И, по сути, тут уже дальше и смысла нет продолжать. Давайте попробуем еще раз залезть. Сделают они так же или нет. Только в этот раз... Не, ну тут да. Тут такое же идет точь-в-точь ослабление, если точно с такой же армией лезть. А мы немножечко с другой с вами полезем. Скупим вот такую вот армию. Она вполне может быть у вас и в игре, конечно. Блин, троглодитов жаль. Не хватит всех загрейдить. Ну, пускай 138 будет. Попробуем с такой армией слазить. До 50. Это уже поинтереснее. Ослабили один ударный стек. Второй ударный стек. Так, и не стали бить по троглодитам и минотаврам. Почему не стали бить по минотаврам? Потому что при нанесении урона им и ослаблении они не убивали даже одного минотавра. А почему не стали бить по троглодитам? Потому что если бы они ударили по ним, то в ответке троглодиты заминусовали бы весь стек. По идее, именно так. Увейтимся, увейтимся. Пробуем, минусуется ли стек? Да. Видите? Троглодиты, такой мощный ударный стек из 135, минусует полностью стек змеек, стрекоз. Таким образом, они не стали по нему бить, потому что ответку-то они снимут и в принципе ослабят, но после этого они погибнут. Хотя, на самом-то деле не факт, ведь урона они наносили бы 1 и 2 и 3 урон с каждого троглодита не выпадал бы, скажем так. В общем, единички пока стоят, здесь тоже не бьем. Ну, минотаврами тоже пока подождем и здесь тоже ждем. И начинают съедаться даже в некотором роде единички. Мы снова попробуем заминусовать стек, отлично минусуется. Ну, давайте опять единички оставим. И минотавры тоже. Вот, теперь они ослабили. И, кстати, ослабление не особо-то помогло, то есть в ответке они все равно гибнут. Так же? А, уже не добиваем до конца. Это случилось в тот момент, когда остался у нас, по сути, один ударный стек и один полуударный. Тогда они переключились именно на троглодитов. Ну, все тут. С вот такими вот потерями мы забрали улики и добыли себе 6 виверн. То есть тоже, я думаю, примерный смысл поведения змеек в бою вы тоже увидели. Ну, на самом-то деле, браться будет все немножечко проще, поскольку у вас не будут параметры нулевыми, как у меня по атаке и по защите. Но, если вы будете лезть магом, который еще не прокачан и у которых как раз атака и защита заходят крайне редко, то у вас будет все выглядеть примерно так же. Плюс у меня еще и навыков здесь нет вообще никаких. Это бы мне, если бы были какие-то навыки, понятное дело, помогло в бою. Но я показываю вам самый такой, самый-самый сложный вариант, как можно будет это все дело брать и какое будет поведение у вражеских юнитов. Даже топ игроки, когда берут различные объекты, они только с определенной вероятностью рассчитывают, ударят или не ударят по какому-то из своих стеков. Очень часто нейтралы ведут себя не так, как ты от этого, как ты ожидаешь этого от них. Именно потому, что до сих пор никто так и не видел исходный код, в общем-то, игры. Тогда можно было бы, конечно, с полной уверенностью сказать, как и что там происходит, какие приоритеты стоят у них и так далее. Можно было бы вывести определенные алгоритмы проведения боя, скажем так. Ну, вообще, если тестировать, то можно, конечно, очень долго провести за тестирование подобных моментов интересных, но, к сожалению, время не резиновое и я думаю, мы будем с вами закругляться. За другие замки все берется примерно так же, ребят, с небольшими изменениями, поскольку скоростя разные, урон наносимый разный, но в целом все будет примерно так же. Показал за шакти, потому что сразу же заходит ударный стек, хороший обычно троглодитов. И с первого хода многие объекты можно брать очень и очень просто, скажем так. И попробую сегодня еще одну-две обучалочки записать, насколько у меня этого хватит времени. Ну что ж, ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на оба мои канала, следите за выпусками новых видео. Если видео для вас было интересным, ставьте палец вверх. Если есть желание поддержать развитие канала, реквизиты вы видите на экране в описании под видео. Также все необходимые ссылочки на группу, на каналы, также есть под видео в описании. Там же можете связаться и со мной, и узнать интересующие вас вопросы. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Те вопросы, на которые я буду знать ответы, я, в общем-то, отвечу. Ну на этом все. Всем пока. С вами был Армаг.